Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Вы теперь понимаете, куда можно себе засунуть государство в смартфоне. Вот этот глубокий технологический зад, куда компания Киевстар показала дорогу всем, кто кричал, что диджитализация, такая диджитализация, что мы всех обогнали по диджитализации. Это еще не худший вариант. Посидеть пару дней без мобильной связи, это еще не самый плохой вариант. У меня принципиально нет никакой ДИИ. У моей жены, у моих детей, у моих друзей принципиально никакой ДИИ нет. Мы не имеем отношения, потому что, поверьте мне, что с ДИИ рано или поздно, вполне вероятно, произойдет то же самое, что с оператором Киевстар. При этом, утекли данные, не утекли, это еще не факт. Нам рассказали или не рассказали, что не утекли. Поэтому я, в принципе, понимаю, что доверять можно только такому государству, которым руководят люди, которым можно доверять. Скажите, пожалуйста, у вас много среди знакомых дураков, которые преисполнены доверия? Вот доверяют они Безуглой, Коле Тищенко, Арахами, Татарову, Ермаку. Ну, список, ну, вот туда, на всех слуг народу. А почему вы тогда доверяете вот этим сервисам, которые под чутким руководством, простите меня, тупой квартальной шоблы организовывались? И сейчас, смотрите, не буду называть фамилии, но практически все мои знакомые из, скажем, области людей очень обеспеченных, они очень осторожно относятся к своим личным данным. Они стараются не замараться никакой идеей. Я не знаю, можно ли оттуда так же легко выйти, как вы в нее взошли, но прежде чем заходить в любую задницу, простите, дию, вам нужно уточнить, а выход почем? Вот это очень красиво, показательно и правильно, то, что произошло с Киевстаром. Я всегда с недоверием отношусь вот к попытке вот плыть по волнам доверия к какой-то системе, от которой зависит твоя жизнедеятельность. Знаете, дурака не учит даже собственный опыт. Человека разумного должен учить чужой опыт. Я прекрасно помню, как когда-то на Кипре закрыли к чертовой матери все банки, все счета и выдавали в день по 90 евро. То есть я это прекрасно понимаю. Нет, поэтому те, кто так же прекрасно, как я это понимал, они тоже понимали, что если положить деньги в украинские банки, то, собственно, мы про войну-то и не думали. Но прекрасно понимали, что чуть шо, да нафиг те проценты. Ну, серьезно, если вы не мультимиллионер, если у вас нет огромных активов, которые регулярно генерируют прибыль, и деньги, которые вы положили на счет, для вас важны, ну, честно говоря, мне представляется достаточно глупо доверять банкам. Нет, есть вещи, которые абсолютно глупые, но люди их делают постоянно. Например, держат дома кучи наличных денег. Ну, это глупо. У меня редко бывает дома, ну, больше, чем пара тысяч долларов наличными. Это у всех. Вот я говорил своей дочке, что, Софийка, не держи все деньги на карточке. То есть удобно распрачиваться там телефоном, пластиковой картой. Это удобно, красиво, модно, молодежно, трендово. Но нужно понимать, что в тот прекрасный день, когда все банки Кипра выдают жителям максимум по 90 евро в день, это удобство превращается в колоссальное неудобство. Поэтому прежде чем доверять банде экзальтированных подростков под руководством Хрипатова недоразумения, у которого фиктивный, ну, по сути, возможно, по форме его выдали, как бы, по-честному, но по сути фиктивный диплом, ну, я имею в виду Зеленского, потому что из него юрист, как из собачьего хвоста Сита, как из Нади Савченко-летчица, ну, собственно говоря, как из Татарова-майдановец. Ребята, вот эти люди, простите, запрещают нам с вами ковыряться в носу, а сами разворовывают бюджет государства и помощь западных союзников. Поэтому те, кто жизнерадостно рассказывали, рассказывают, и дальше будут нам парить лапшу на уши про тотальную диджитализацию, да, мы всех обогнали, да, всю Европу практически, да. Ребят, в исполнении вот этих недоразвитых диджитализация такого же качества, как и управление государством сейчас. Поверьте мне, все, все, что делает Влада Зеленского, это имеет тот же самый знак качества, простите, как советский презерватив. Вот это вот, понимаете, если советский презерватив был изделием номер два, то та власть, которую в 19-м году выбрали, ну, смело можно называть изделием номер три. То, что хакерская атака, обвалец, именно Киевстар неудивительно. Потому что именно Киевстар, как уже многие написали, многие об этом сказали, именно Киевстар похожи и хотят приватизировать приближенные к власти отдельно стоящие очень небедные и влиятельные персонажи. Потому что то, как помыли Альфа-банк, то, как сегодня поставили Киевстар в такое положение, что отбирание компании у бывшего собственника стало максимально удобным, никто не будет думать о доверчивых лохах, которые кричали «хуже не будет». Ну, все, кто кричали «хуже не будет», ребят, я считаю, это справедливо. Обязательно нужно сделать максимально хуже тому придурку, который с фразой «хуже не будет» ходил на выборы. Серьезно, вот те, кто кричали «краще, гирше, або инше», вот этих людей и нужно наказывать. Конечно, это несправедливо, что наказание пролетело и к тем, кто не голосовал за Зеленского. То есть, фактически, определенные неудобства, ну, имеют даже те, кто даже не имел телефона Киевстар, потому что всеобщая неразбериха, там, сбой в банкоматах. Единственное, что мне удивительно, что все-таки находятся, ну, вот находятся настолько тупые особи, которые говорят, что для них происшедшее с Киевстаром стало неожиданностью. Представляете, нет, все-таки страна никогда не оскудеет идиотами. Лично вот я и все мои знакомые, мы прекрасно понимали, что очень высока вероятность того, что именно это и должно произойти. Но дураки, которые сказали, а кто бы это мог подумать, все равно находятся. Характерно, что все, для кого это стало просто вот снегом на голову, кто не мог даже предположить, это все дурачье, голосовавшее за Зеленского. Это как закон физики, понимаете, как всемирного тяготения. Вот это вот яблокознание, ну, в данном случае это может быть кокос, а может быть кирпич, оно обязательно прилетит в голову вот наивному дураку, который искренне считал, что если Зеленский возьмется за управление государством, то из этого может получиться что-то, кроме полного дерьма. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, обязательно распространяйте в соцсетях, если вы со мной согласны. Подписывайтесь на мой канал, и в который раз хочу закончить свой блог тем, что победа будет за нами, только если мы будем думать, включать мозги, и за каждым из нас персонально не зашли.